Пожалуй, нет ни одного любителя советских фильмов, кто бы не знал Олега Басилашвили. Потрясающий актер воплотил образы, навеки запечатленные в истории кино. Это и Юрий Самохвалов из служебного романа, и Платон Рябинин из «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова, и, конечно, Воланд в «Мастере Маргарите». А его служба на протяжении 60 лет в Большом драматическом театре – пример невероятной преданности профессии. Родной город Олега Валерьяновича, Москва, на свет появился в сентябре 1934 года в семье директора столичного политехникума связи и педагога-филолога. Очень давно предки будущего актера перебрались из северно-восточной части Турции в Грузию. Обосновались деревни Корви – Горийского уезда. Прадед Кайхасро по отцовской линии владел земельными участками, используемыми в сельскохозяйственных целях. Дед Нашреван Бачила был чиновником городской полиции, ведавший окрестностями. Восстановить грузинскую фамилию – Басилашвили, переводится как «потомок Басила», смог Валерьян Нашреванович, отец Олега. Дед же по материнской линии Сергей Ильинский на профессиональном уровне осуществлял архитектурные проектирования. Окончил столичное училище вояния и зодчества. Олег очень любил старшего брата Жору – сына Валериана Басилашвили от первого брака. Когда началась Великая Отечественная война, мужчины отправились на фронт, а женщины и маленький Олег уехал в Тбилиси. Материальное положение семьи было тяжелым, часто приходилось голодать. Через несколько лет все семейство воссоединилось и вернулось домой. Правда, Жора получил в бою тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Об этом Олег Валерьянович узнал спустя годы. По официальным же данным, Георгий пропал без вести. Близкие долгое время пытались его найти, как оказалось, храброго воина похоронили в братской могиле. Олег не испытывал от учебы радости, так как школьная система его угнетала. Мальчику плохо давались точные науки. Кроме того, еще в 10 классе юный Басилашвили прослыл неблагонадежным. Когда написала произведение «Золотой теленок», запрещенном тогда в СССР, хвалебный отзыв. Уроки рисования в художественной академии тоже закончились трагичным эпизодом. Олега обвинили в подражании постимпрессионизму и выгнали. Однако желание прикоснуться к миру искусства было сильнее, чем идеологические ограничения. Юноша обожал художественный театр, ходил на каждый спектакль, участвовал в самодеятельности. В итоге рискнул подать заявление в школу-студию МХАТ и поступил с первого раза. В числе одногруппников Михаил Казаков, Владимир Любимов, Евгений Естегнеев. В 1956 году Олег Валерьянович получил распределение в Сталинград, ныне Волгоград. Должен был служить в драмтеатре имени Горького. Вскоре ему предложили место в Ленинградском гостеатре имени Ленинского комсомола «Балтийский дом». Поэтому он даже не успел познакомиться с коллегами. Дебютировал в картине «Невеста», сыграв ведущую роль Андрея Андреевича. Экранной суженной Басилашвили стала очаровательная Татьяна Пелецкая. Надо признать, что режиссеры не сразу разглядели огромный потенциал Басилашвили. Первым опытом сотрудничества Рязанова и Басилашвили стала знаменитая комедия «Ирония судьбы» или «С легким паром», где актер должен был сыграть и Полита. Но после смерти отца, а затем ведущего артиста БДТ Ефима Капеляна, Пасилашвили должен был остаться в Ленинграде и не мог продолжить работу над фильмом. Роль, как известно, досталась Юрию Яковлеву. В фильме остался только маленький эпизод, в котором Надя поднимает упавшую в сугроб фотографию Ипполита. На фотографии вместо Яковлева – Пасилашвили. Сам актер говорил потом, что отказ от роли был его подарком Рязанову, потому что, по его мнению, он не смог бы сыграть так же хорошо, как Яковлев. Через некоторое время Рязанов пригласил его в свой новый фильм «Служебный роман» на роль самоуверенного карьериста Самохвалова, разбившего сердце влюбленной в него коллеги и подруги юности Оли Рыжовой. Еще задолго до съемок Рязанов не сомневался, что именно Пасилашвили сможет идеально справиться с актерской задачей, несмотря на то, что в жизни актер был очень не похож на своего экранного героя. Вот какую характеристику дал как-то режиссер своему любимому актеру. Он скромен, застенчив, лишен какого бы то ни было самомнения, приветлив, расположен к людям. Застенчивость Пасилашвили чуть было не стала серьезной проблемой во время съемок другого фильма Рязанова «Вокзал для двоих». Пасилашвили преклонялся перед талантом своей партнерши по съемочной площадке Людмилы Гурченко и чувствовал себя очень неуверенно в моменты, когда им нужно было играть любовь. Одна из таких сцен никак не давалась Олегу Валерьяновичу, и после многочисленных неудачных дублей актер не выдержал и ушел со сцены. Он переживал, что режиссер начнет искать ему замену. Но на следующий съемочный день Гурченко принесла новый текст, который написала сама. И дело действительно пошло на лад. Не веришь ты ничему. У тебя сейчас на уме одно. Не молчи. Иногда Пасилашвили полушутливо сетовал на то, что Рязанов часто предлагал ему роли мерзавцев. Но однажды признался, что их с режиссером объединяло тогда горячее желание обличать пороки общества, показывая их на большом экране. Им казалось, что если они выставят на всеобщее обозрение таких остро-отрицательных персонажей, как граф Мерзляев, и с «О бедном гусаре замолвите слово», то подобные люди тут же, как по волшебству, исчезнут. Сначала Данелли был против участия Басилашвили в картине. До этого режиссер видел его только в роли лощенного Самохвалова в служебном романе и считал, что актер не сможет сыграть без вольного героя. Ассистентка Данелли сама пригласила Басилашвили на пробы. И пробу эти он успешно провалил. Дело решил случай. Данелли случайно увидел, как Басилашвили топчется на тротуаре, не решаясь перейти дорогу. Тогда режиссер наконец увидел в артисте своего Бузыкина. Все же роль далась актеру не сразу. Причиной тому стала опять же робость перед режиссером и знаменитыми партнерами по съемочной площадке Натальей Гундаревой и Евгением Леоновым. Бузыкин в исполнении Басилашвили стал культовым персонажем в 1980-х. Актер настолько убедительно сыграл нерешительного недотеку интеллигента, разрывающегося между двумя женщинами, что многим зрителям казалось, самому Басилашвили присущи черты главного героя. Счастье в личной жизни актер нашел не сразу. Первая супруга, сокурсница и коллега по сцене Татьяна Доронина. Молодые люди сыграли свадьбу, будучи студентами, школу-студии МХАТ и прожили вместе 8 лет. Когда чувства охладели, мирно, без взаимных обид развелись, оставшись друзьями. Доронина потом написала книгу «Дневник актрисы», которая расскажет о нерожденных двойняшках, мальчике и девочке. Со второй женой Галиной Мшанской Олег вырастил двоих детей. На момент знакомства журналистка только-только рассталась с первым мужем. Басилашвили увидел ее во время прямого эфира, когда с другом отдыхал за просмотром телевизора. Два года они жили в гражданском браке, а затем расписались. В 2011-м отметили золотую свадьбу. Дочери Ольга и Ксения пошли по стопам матери. Старшая, взявшая фамилию Мшанская по образованию, экономист, работает на петербургском телевидении. Ксения год проучилась на актерском факультете, потом перешла на филологические, причем поступила как Ильинская, чтобы никто не догадался о родстве со знаменитостью. Младшая представительница семьи замужем за сотрудником корпорации «Роснана». Трудится на радио и воспитывает сына Тимофея и дочь Марийнику. Внуков Басилашвили. По словам Галины, ее супруг – домосед. Свободное время предпочитает проводить на даче на Финском заливе. Сейчас Олегу Басилашвили 88 лет, а его жене Галине Мшанской 87 лет. Они в счастливом браке уже 61 год. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok